Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий. Мы с тобой продолжаем играть в Trader Life Simulator, уже 20 серия, юбилейная получается. И не удивляйся количеству денег на моем счете, потому что я только что записывать начинал и закончил записывать, потому что у меня случилась непредвиденная, непредвиденная, абсолютно непредвиденная ситуация меня засветила, как в принципе происходит и сейчас. Так вот, мы продолжаем, не знаю, изменится ли сейчас у меня сзади фон, потому что он обычно плавает во все стороны. Я продолжаю экспериментировать с освещением, потому что нужно что-то делать с каналом, понимаешь, нужно что-то делать с контентом. Я хочу, чтобы ты смотрел красивую и четкую картинку, а не на плавающие абракадабры сзади меня. Но я думаю, что они продолжатся, пока я не приду к какому-то правильному решению. Смотри, мы насобирали денег, аж 5600. У меня вот здесь беспорядок, а беспорядок здесь организован ввиду моей лени, ввиду моей экономичности. Ну, экономии времени я просто-напросто взял. Накупил кучу товаров, здесь уже половины, хочу заметить, нет. Накупил товаров, расставил их вот так вот в таком вот ужасном виде и ушел. Опять же, часа на два, наверное, может на час, не знаю. Долго меня здесь не было, он насобирал 4000, и я начал записывать вроде как бы, собрал на видосе деньги из кассы. И пришлось мне прекратить. Значит, смотри, мы на эти деньги сейчас едем, покупаем полочки. Полочки, знаешь, какие? Полочку мы поставим вот сюда. Вот сюда поставим полку. Поставим полку вот сюда, вторую. Блин, или поставить все-таки вот здесь вот полки, потому что нам нужно куда-то разложить химию. Опять же, люди написали, что якобы нужно положить овощи, фрукты куда-нибудь по-хорошему, да? И я тоже, я поддерживаю ваше мнение, поддерживаю ваши комментарии. Все, спасибо вам огромное. Все, кто не подписался до сих пор, подпишитесь. Все, кто подписался, поставьте лайки, подпишите какие-нибудь комментарии там. И поделитесь видео с друзьями обязательно, потому что, ну как без этого-то. Мы что делаем? Мы ставим вот сюда вот вторую полочку. Мы ставим вот сюда вот, как их называют? Вот сюда вот ставим три, две точнее, вот такие вот еще полки, вторые. Но мне написали в комментариях, якобы вот они хорошо с торцов встают. С торцов, не знаю чего, поедем в магазин и посмотрим, какие торцы, какие там продукты, какие там чего будем мы ставить. Что мы будем покупать, чтобы... Ой, задел немножечко я деревце. Но ничего страшного с этой машиной не может произойти, потому что она не ломается. Это имбовая машинка, которая не требует за собой никакого тщательного и вообще какого-либо ухода. Мы можем к ней относиться как угодно, делать с ней что угодно, и она не сломается, не потребует заправки, не потребует замены масла. Это... Это просто лучшая машина, которую можно только придумать. Ты представляешь, в жизни бы так было. Ездишь на машине, не паришься вообще. Блин, делаешь, что хочешь с ней, а она не ломается. И не... Как это сказать? Не нужно ей заправляться. Мне кажется, даже если бы машина стоила раза в два дороже аналога своего, который требует заправки, покупали бы такую, потому что бензин с каждым днём дорожает. А это выгодно. Это выгодно, когда не нужно заправлять машину. Смотри. Торцы, говорит, с торцов можно ставить такие полочки. Такие полочки с торцов ставятся. С торцов каких? Вот таких вот полок, да, получается? Ну, наверное, да, двойных вот таких вот полок. Нам она нужна. Нам она в любом случае нужна. И нам нужна вот... Блин. На какие фрукты и овощи лучше? Вот на такую лучше чипсы расставлять, я так понимаю. Она, во-первых, большая. Она и называется большая. Да, такую мы купили. И тогда давай купим ещё вот такие вот две. Угу. И купим, купим, купим. Такую не знаю, надо нам или не надо. Средняя полка, не средняя полка. Большая настенная полка. Я не помню, какая у нас была, большая или средняя. Наверное, вот такая вот у нас стоит. Большая настенная, большая настенная. Блин, слушай, у меня... Да, скорее всего, большая настенная. Давай её прикупим, если что, продадим. А продаётся она за какие деньги? Пишется здесь, нет? Ладно, потом посмотрим. Она, по-моему, дешевле гораздо продаётся. Ну и я думаю, что нужно нам с тобой купить какую-то другую ещё полочку. Вот такую вот нужно нам купить, нет? Как ты считаешь? Я вот считаю, что... Нужно что-то купить для... Консервы. Давай для собачьего... Корма, что ли, для каких-нибудь консервов. Вот такую вот купим. Мне кажется, она у нас влезет как раз вот в этот вот проём рядом с дверью. Если не влезет, продадим, опять же. Пока что мы внутри магазинное пространство не будем, наверное, отгораживать, потому что денег у нас нет. Денег у нас нет такого огромного количества, чтобы всё это сделать. Вот 3900 это мало. 3900 это маловато. Блин. Я вот сейчас думаю, что вот на такие полки мы будем выставлять печенюшки и... Или фрукты. Или фрукты. А вот на такую... Гулять-то гулять. Давай эту купим тоже. Хуже-то не будет. Пишут, что в обновлении, которое будет очень-очень скоро. Очень скоро, и оно у меня обязательно выйдет. Па-па-па-па-па-па. Будет... Ай-яй-яй-яй. Будет возможность... Какая возможность? Будет возможность переименовать магазин. Добавят якобы изменение цены товаров. Чё-то там понадобавляют. Чё-то очень всего много. Но на этот счёт очень смутные такие отзывы и мнения разные очень. Якобы там, по сути-то, нихрена не добавят. Просто понаписали очень много, а добавить дельно вот ничего не добавят. Но мы будем следить за обновлениями, будем следить за этой игрой, потому что она как бы всем полюбилась. И, естественно, я с тобой вместе её полюбил. Давай выходим из машины. Давай уберём вот этот вот вид задний. Задний вид уберём. Откроем двери. И сказали, нужно подпрыгивать вместе с тележкой, заносить этот товар весь в машину и экономить кучу времени. Мы приехали сюда, чтобы прикупить большое количество товаров. Будем их, так скажем, сортировать по назначению, по типам, чтобы потом не запутаться. Всё, из морозилки ставим вот сюда. Денег мы сейчас, я так понимаю, потратим до хренища. Мяско нужно, мяско нужно. Мяско люди покупают, покупают, значит, нужно. Слушай, я андулин купил. Хрен я не андулин купил, андулин я не покупал. Вот сюда вот поставим, просто чтобы не мешалось. Шоколадного молока. Люди любят шоколадное молоко, оно, кстати, на самом деле очень вкусное. И покупают его, понимаешь, покупают. Ставим вот сюда. По-моему, вот эту уже тележка наша не заберёт. Были морепродукты. Тележка вот этот второй ряд, наверное, не зацепит уже. Но дело не в этом, за два раза отвезём. Спросили, почему я не покупаю масло. Масло я покупаю. У меня, если ты обратишь внимание, лежит масло сейчас около окна. Стоит, точнее, большое. Большая бутыль масла. Стоит себе, никого не трогает. Мгм, фрукты, овощи. Давай сразу затарим, потому что мы же купили всё-таки для них полки. Мы купили для них полочки. Красивые большие полки для... Так, яблоко, банан, огурцы. И тогда апельсины нам нужны ещё. Апельсины, вот они. Апельсины прикупили. Остаётся 1200. 1200 можно при этого потратить на вот какую-нибудь вот такую вот ерундистику. Это был сахар, по-моему, да? Сахар. Муку. Муку нужно тоже купить. Почему нет? Нужно купить хлебных палочек, потому что люди их тоже вроде как покупают. И они никому не помешают. Соли надо взять. Я не знаю просто, зачем я столько полок накупил. У меня всё равно товаров столько нет. Но это не важно. Важно, что мы расширяем ассортимент. Вот покупаем достаточно много продуктов. Много, блин. Если ты посмотришь первую серию, посмотришь эту серию, то ты, блин, увидишь, что реально очень много продуктов мы купили. Относительно, относительно первой серии. Так, это у нас все было Вот этого масла не было, по-моему И риса у нас также нет Рис нужно тоже прикупить Пришпандорить вот сюда, чтобы Он у нас здесь стоял И на варенье тоже, по-моему, жаловались люди Якобы, вот, варенья у нас нет А мы вам сейчас его прикупим Не знаю, насчет томатной пасты Консервов тоже давай Забацаем, чтобы, ну, были, чтобы были Бобы, 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 бобы Вот этого Кукурузы, чтобы, да чтобы люди Вообще не жаловались ни на что, чтобы Они пришли в магазин и сказали, блядь, там даже пожаловаться Не на что, пожаловаться не на что В конце концов, убирай из ассортимента Половин продуктов, чтобы мы могли жаловаться А я им скажу, нетушки, фигушки вам У меня все есть Чтобы как раз таки не жаловались Оп Так, берем тележку Как там говорили, подъезжаешь вот сюда Подъезжаешь вот сюда Оставляешь тележку Берешь тележку Твою мать А, я теперь не смогу жить, да Почему так странно произошло, что Он нижнюю полу, эту нижнюю взял А Эту не взял Ну ладно Ничего критичного в этом нет Оставим Вот так А дальше-то че? А можно как-то тележку без... Как оставить Оставить эту тележку? Блин Ну это, конечно, не дело Нет, ну Все равно придется, короче, не экономить время А Тратить его на... Твою мать, я еще и застрял Тратить его на раскладывание товаров Блин Че-то я, короче, вообще что-то все сделал неправильно, да? Еще сейчас испортится Еще сейчас, блин Ммм, некрасиво как получается Да Тут же все было рассортировано, блин По типу продуктов Ну и ладно Нет, мы Ну ладно, ладно, ладно Давай используем эту тележку О, ничего себе Вот это вот, да Вот это вот правильно уже Но почему-то все равно Получается так, что он Половин продуктов не берет Но это неправильно Половин продуктов тоже кому-то нужно взять Правильно? Правильно А если он не будет Половин продуктов брать, то Зачем тогда тележка? Чем хорош этот грузовик? Я сейчас не парюсь по раскладыванию товаров Не парюсь по раскладыванию товаров В плане Ммм Ровного раскладывания Чтобы уместилось больше Здесь умещается Столько, сколько нужно И еще немного То бишь Я не это хотел сделать Куда ты поехал? Я хотел взять тележку Ой, главное, чтобы не выпало у нас Ничего из нашей машины Да что ты будешь делать-то, ну? Не дела Я же ведь навожу на тележку Ой Уехала куда-то она у меня Слушай, ну это, наверное, не возьмет с половины Ну да Тут, короче, нужно приловчиться еще, чтобы Блин Чтобы все бралось Это нужно постараться Это, конечно, экономит время Но Не настолько, насколько бы хотелось Спасибо за совет, ребят Вы Мои большие молодцы Я вас очень Очень всех люблю И Прислушиваюсь к каждому вашему комментарию Я читаю каждый ваш комментарий Отвечать я сейчас не отвечаю Особенно комментарии Просто Я навел на тележку Навел на тележку Почему ты, собака такая Решил Вдруг Поехать На машине Непонятно Взаимодействие Поехали А вот это, я думаю, уже можно и руками отнести Ну, потому что Блин, тележку дальше будем разгружать Ну, положись Молодец У нас сейчас выйдет пара серий всего по Этой игре Как я думаю Выйдет парочка всего серий И Мы остановимся до обновления Потому что Во-первых Во-первых, мы сейчас Тележка остается на месте Это уже хорошо Во-первых, мы сейчас с тобой В принципе, все сделаем Мы сейчас Зарабатываем денег Мы сейчас полочки расставим Красиво Чтобы у нас все было здорово Чтобы у нас магазин наш Преобразился В лучшую сторону Мы расставим Весь товар Мы просто будем получать прибыль И Максимум, что мы сможем сделать Какую цель Это что сейчас было? А? И почему он не едет? Ты не знаешь? Что происходит? Ты елки-палки Что за паркур? Эй Что? Что мне мешает проехать дальше? Я упираюсь в какую-то невидимую стену Ты понимаешь? Я не могу поехать дальше Я правда не могу Он не едет дальше А что это такое? Что происходит? Почему я наверх взлетаю? Может быть нужно откуда-то Здесь объехать? Да, смотри Здесь объезжается А здесь? Блин, ну так С такой ерундой мы еще не встречались Это что-то новенькое Хотел было вырезать поездку А вот Хотел было вырезать поездку А получается, что я вырезать не к чему Сейчас увидишь паркур Представляешь? Паркур Видел когда-нибудь паркур? На грузовике Я тоже не видел 20.00 Работа магазина нашего Сейчас остановится через 2 часика И мы со спокойной совестью Спокойной душой Не мешая покупателям Будем расставлять товары Мы вообще в это дело В эту игрушку Поначалу как-то не этого Как история с тем котом Который сначала боялся пылесоса А потом втянулся Вроде бы как бы Получается у нас все Варенье это в консервы Кешью это вот сюда пока поставим Ну, чтобы оно Нас не сбивало с панталыки Чтобы оно вот здесь стояло Соус мы вот сюда поставим Он здесь как бы в принципе тоже никому не мешает Варенье Варенье, варенье Давай мы посмотрим Да, вот эту вот полочку Блин, она, смотри Она Собака чуть больше Чуть уже, чем нам нужно Хорошо хоть полки с одной стороны Ну ладно Одной высоты, точнее, хотел сказать Ну давай присандалим ее вот сюда Вот так Нормально? Хорошо получилось? Не криво? Вроде бы нет Вроде бы не криво А так Надо посмотреть Нет, смотри-ка Ровно получилось Вот это вот дело Вот этот отдел Мы Используем для Для чего-то одного Либо же мы будем туда складывать Что-то Что-то мы будем туда складывать По-любому, короче Сладкую кукурузу Вот сюда Варенье Вот сюда Мы сейчас сложим По По категориям товары По направлениям Хотя бы В какую сторону мы будем Это все дело раскладывать И тогда будем Начинать раскладывать Так, мы тележечку Сейчас Пришпандорим Наверное, да? Пойдем за тележкой Сгоняем Возьмем Тележку Пойдем в машину Ну, в целом Вот так гораздо быстрее Но отцеплять Мати Отцеплять продукты От Тележки Нет возможности Следовательно Это все-таки Не очень удобно Баклажан Это вот сюда Рис Это пока еще неизвестно Наверное, вон туда Рис Это вон туда Опять же Повторюсь Шоколад Это вот сюда Ну, я просто пока еще не знаю Куда шоколад будем складывать Поэтому пусть он там лежит Так Вот сюда вот Давай подкатим Что-то я половину взял Половину не взял Мне кажется Хлебные палочки На вот этих стеллажах Должны стоять Соль тоже На таких стеллажах Должна стоять Макароны Тоже на таких стеллажах Должны стоять Морепродукты Лежат В морозильниках Морепродукты Макароны Макароны Лежат Опять же На вот таких стеллажах Тунец Лежит вообще Вот здесь Так Это шоколад Это Нам не нужно Нам нужен тунец Нам нужны были консервы. Консервы. Оп. Давай как-нибудь ее вот сюда вот. Блин, заденет он все три коробки, нет? Да, задел три коробки, это уже хорошо. Да, в целом все-таки с помощью тележки разгружаться гораздо быстрее и гораздо более приятно, потому что не нужно каждую коробку таскать из этой машины и не нужно тратить столько времени. Все-таки мы, конечно, тоже достаточно долго вот этим всем занимаемся. Здесь поспорить очень сложно, но с тележкой быстрее, с тележкой быстрее, спору нет. Спасибо вам большое за советы. Взаимодействовать, и получается, что мы взяли только пять коробок. Ну, пять коробок это не одна коробка, так что не жалуемся, зачем ты взял целую-то, ну, ой, целую, одну штучку-то из этой коробушки. Кстати, там должна была быть испорченная эта, да? Испорченная она? Где она тут есть-то? Я же ведь мороженую, мороженую же доставал. Куда она делась? Возможно, она испортилась и осталась у Джаббера, у магазина. Это мы уже никак не проверим сейчас. Вот. Ну, в целом, в целом, в целом, в общем, наш магазин преображается, как уже написали люди. Подписчики мои любимые. Арбузики возьмем и положим их на огурчики. Кстати, овощи должны были быть еще, мне кажется. Я же много овощей. А, да, вон они все. Вафли это все в морозилку. В морозилку у нас очень много всего можно положить. То есть мы закупили все из морозилки и аж по два экземпляра каждого, по-моему. Вот остального у нас немножечко меньше. Давай вот так вот возьмем. Оп, молодец. Сейчас схватил и понес. Так, молоко. Молоко тоже в морозилку. В морозилку в холодильнике я так просто называю, чтобы мне было понятнее. Бананы. Все овощи, фрукты мы кладем вот сюда, в одно и то же место. Андулин тоже в морозилку. Пока вот так положим, чтобы не мешало нам. Угу, 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 угу. Поехали. Корабушек мы набрали просто кучу. Просто кучу-кучную набрали этих коробок. И сейчас исторический момент. Мы начинаем, как бы так тебе правильно сказать. А, чтоб ты все равно поймешь. Ты же у меня умный, умный, умный подписчик. Как мне написали, опять же, обращайся на вы. По типу, у тебя же есть девушки. В комментариях пишут много девушек. Я на ты к подписчику обращаюсь. Я не обращаюсь, что ты, это ты, прям ты. Ты подписчик, ты молодец, ты зритель, ты подписчик. Но если вам будет угодно, я буду обращаться к вам на вы, потому что так вам будет, наверное, понятнее, что ли, что я обращаюсь именно просто к вам. И не будет обидно, что я обратился к тебе на ты. Хотя девушку тоже на ты обращается. Я просто что-то не особо вник, наверное, в эту суть, в эту, в суть этого комментария. Давай займемся расстановкой полок. Это у нас стоять будет вот здесь. Этот стеллаж будет стоять вот в этом месте. И очень обидно, что он, блин, ставится за левый угол. А я ничего поделать не могу, он ставится за левый угол, и как хочешь, так с этим и борись. Пусть, говорит, твои окна смотрит. Беспечный. Оп. Розовый вечер. Откроем. Блин, ну это получается ерундистика. Нет, так не дело. Хотя в целом... А, нет, неровно стоит. Давай ставить ровно. Давай ставить так, чтобы он радовал наш глаз, этот стеллаж. Ешкин ты кот. Мне кажется, это будет очень сложно, с учетом того, что отсюда дверь смотрится кривой. Блин, ну, кто придумал за середину хватать? Так, это стена. Вот так, возможно, да? Так ровно будет стоять? Насколько ровно он сейчас стоит? Здесь зазора нет. И здесь почти зазора нет. Ну, наверное, мы оставим вот так, потому что, мне кажется, такие стеллажи только так и устанавливаются. То есть они не ставятся ровно, как вот эти стеллажи. По-моему, эти стеллажи, они как раз-таки нормально ставятся. То есть вот, видишь, он за середину хватает. Хотя здесь за правый край почему-то. А, блядь, правая. Вот так вот он будет левым. Логично, да. Я что-то не обращаю, наверное, внимания. Или это у этих стеллажей такая приколюха. Потому что, мне кажется, вот этот вот... Да, этот за центр цепляется. Смотри, этот нормальный за центр цепляется. А тот цепляется, блин, за левый край. Это неудобно. Большой стеллаж мы ставим вот сюда. Вот сюда мы ставим. И, блин, наслаждаемся... Наслаждаемся ровностью. Наверное, вот... Погоди. Хе-хе. Неровно ставится. Собака-то и такая, ну. А как я должен понять, когда он там трогает стену, когда не трогает? Я вообще не понимаю теперь. Ровно стоит, нет? Блин, зазор есть. Ну что ж теперь делать-то? Ну что теперь поделаешь? Смотри, если встать, по потолку смотреть, то он стоит еще и криво. Блин. И что делать теперь? Мне прям неприятно, что вот этот потолок не посередине колонны оказывается. Короче, вообще я не знаю, как теперь ровно от этого отцентровать, чтобы он стоял. Красиво. Большая полка. Блин, по-хорошему ее вот так вот вылезтихерачить, чтобы она стояла и стояла. Но по сути, вот она должна ровненько стоять. Но кто же знает, ровно она сейчас стоит или нет. Вот так, наверное, да? Вот так. Ровно? Блин, упирается в стену. Ну что ж ты будешь делать? Но зато ровно. Ну, немножечко левее, чем нужно. Но в целом ровно. Давай оставим так. Это, блин, мы будем здесь вечно сидеть, выравнивать эти полки, палки и стеллажи. Можно, конечно, этим всем заниматься, если бы у меня было бы так много времени, и у тебя было бы так много времени, и серия бы длилась часа по три. Мы бы занимались только этим. Так, а этот стеллаж? А, ну да, этот стеллаж. Блин, на торцах же можно устанавливать. Его надо было по факту посередине ставить, но нет. Будет он у нас стоять вот тут. Здесь зазор, потому что он иначе не ставится. Блин, он еще и криво поставился. Собак, ты что, серьезно, что ли? Ты издеваешься? Как ты мог криво поставиться? Тут вариантов других нет. Ой, это прям испытание какое-то. Это прям какое-то испытание моей психики. Так, давай. Вот так. Тут зазорчик маленький, тут зазорчик маленький, тут зазорчик тоже маленький, и стоит она, в принципе, ровно. Да? Да. Угу, отлично. Вот сюда мы разложим все чипсики и фигипсики, и вот эти вот всякие вот мелочи. Наверное. Что здесь? Что сюда вообще раскладывает-то? На таких стеллажах обычно печенюхи, крупы разные. На торцах у этих стеллажей лежат обычно какие-нибудь специи, соусы, кстати, да. Вот соус сейчас притащим, будем раскладывать сюда соусы. Вот с этой полкой мы разберемся следующим образом. Мы ее поставим вот сюда, так как она... Блин, она у нас тут стоит, мы ее должны поставить вообще вот по-хорошему-то вот сюда. Что-то я мудрю-мудрю, а в итоге ни хрена не происходит. Почему-то нельзя взять и передвинуть эту. Наверное, это сделано для того, чтобы ты ее случайно не схватил. Да, здесь вот это хорошо сделано, что я ее случайно не схвачу, но можно же было какую-нибудь кнопочку сделать, чтобы я ее случайно не хватал, а просто брал и специально двигал. Так, дверь почти не касается. Ну, вот этот пиксель, конечно. Но в целом, вот если тут смотреть, то вообще ничего не касается. Красота. А по зазорам... О, зазорам криво. Да? Да, здесь зазор, а здесь зазора нет. Снимаем заново. О, развлекуха-то! О, развлекуха! Смотри, вот... Если тебе нравится вот такой ролик, ты обязательно напиши в комментариях. Мне не жалко, я до бесконечности могу вот таким вот заниматься, вещами. Мне это доставляет неописуемое удовольствие. Просто я думаю, что многих это бесит, что я вот этой вот ерундой занимаюсь. Так, опять здесь зазор. А здесь почти его нет. Заново! Ой. Да и почему-то все время она скидывает центр свой. И приходится опять откручивать его туда, куда вот он... Короче, все ты понял, что я хотел сказать. Ровно. Тут маленький зазор. Тут маленький зазор. Да, одинаковые вроде зазоры, да? В целом, да. В целом, ладно, оставляем. Красиво? Красиво. Осталось разложить. И коробки разложить, и все разложить. А время 5 утра уже, а магазин еще не разложен. Товаров нет в магазине. Ну, не дело, конечно, так. Макарошки, макарошки. У нас осталась еще огромная полка, которую мы расположим где-то вот здесь. Которую мы... Блин, ну здесь по-хорошему нужно было тоже вот такой вот стеллаж делать. Блин, ну... А за сколько продать-то можно? За 350. А за что мы ее покупали? Не помню. Не помню. Представляешь, за сколько покупали? Не помню. Вот эти вот, по-моему... Ну, точно не 25 стоили. Это я 100% знаю. Угу. Ну, давай пока без этого стеллажа поработаем. Пока разложим... Товары, которые мы прикупили. Пока пораскладываем их. А потом уже займемся полкой, которая будет стоять вот тут. Потому что вот здесь, я так понимаю, тоже у нас должна быть полка. Просто в две стороны ее очень сложно сделать. Она, скорее всего, будет односторонняя. Вот здесь вот односторонняя полка. Она будет как стенка отгораживать вот этот вот отдел со всякими крупами, некрупами, вот с этими рисами, нерисами. А вот здесь будет печень... Блин, как-то у меня вообще не расп... Магазин? По-уродски сделан. Получается, что здесь вот химия должна быть, по-хорошему-то. Можно и сюда химию присандалить. Просто я сейчас не очень хорошо понимаю, как у меня отделы будут стоять. Понимаешь? Я сам запутался уже. Я напокупал полок, а что с ними делать, я не представляю. Сейчас мы поедим быстренько и продолжим. Мы продолжаем после небольшого перерыва на туалеты, на всякие там подобные делишки. Смотрим, где у нас молоко. Давай, у нас будет молоко здесь. Бургеры, это еда, это вон там. Что там еще лежит? Ведро для мороженого. Оно вот сюда должно прийти. Ведро для мороженого сюда прийти должно. Кексы у нас лежат. Будут лежать вот тут. Вафли тоже рядомшком будут лежать. Шоколадное молоко рядом с обычным молоком. Вафли, опять же, будут лежать на вафлях. Бургеры будут лежать на бургерах. Мясо положим куда-нибудь тоже к бургерам, чтобы лежали морепродукты тоже сюда же. Пиццу с овощами, это вообще отдельная история. Будет она у нас лежать там. Сколько же у меня пиццы с овощами? Тоже две, да? Кексы туда. Ну, смотри. Начнем мы с того, что разложим молоко. Не будем долго рассусоливать, размусоливать и разложим молоко. Пока что я предполагаю, что в нашем магазине... Это шоколадное молоко, поэтому поставим его вот сюда. В нашем магазине у нас будет разделение как такового... Как такового разделения у нас не будет, короче. На вот эту химию, не химию. Ну, конечно, я ненавижу такие магазины, в которых, не знаю, там... Туалетная бумага рядом с молоком находится и пиво рядом с хлебом. То есть вещи вообще, которые неспоставимы. То есть пиво должно стоять рядом с сухариками. Точнее, сухарики рядом с пивом. Хлеб должен лежать с хлебом. С всякими крупами, со всякими там, не знаю... Короче, с сопутствующими товарами и похожими товарами. То есть вот здесь у нас должна быть химия. Знаешь, химия. То есть вон там должно быть либо, не знаю, бакалея какая-нибудь. Бакалея, это что у нас? Бакалея. Подождите, какая бакалея? Или это бакалей называется? Забыл, короче, как называется. Это отдел, который... Который с тортиками, не с тортиками. Даже вот здесь вот у нас холодильник тортиков. И вот здесь можно какие-нибудь печенюшки наложить. А с этой стороны можно наложить химию. Потому что у нас вот здесь вот химия была раньше. Здесь морозильник вообще по-хорошему убрать. Поставить огромный еще один. Пока это все в планах. Пока в планах. Пока мы не будем это все дело обращать внимание. Не будем на этом зацикливаться. Потому что это нам мешает только... И все. Ведро для мороженого. Ставим вот сюда. Я разложил же молоко уже, да? Осталось, наверное, шоколадное. Надо было бы положить. Потому что я прыгаю с одной задачи на другую. Потому что слишком много я всего сделал. Нужно немножечко затормозить. И подумать. Подумать над нашим развитием. Подумать над нашим планом магазина. Подумать над дальнейшими действиями. И понять, к чему все это ведет. А ведет это все к тому, что наш магазин должен процветать. Должен процветать. Приносить прибыль. Быть прибыльным. В первую очередь в прибыльном он должен быть. Рентабельным. И, собственно говоря, красивым. В первую очередь он должен, конечно, быть красивым. Потому что здесь рентабельность в любом случае будет. Здесь не бывает такого, чтобы у тебя никто ничего не покупал. Это тебе не настоящий магазин. Поэтому здесь нужно смотреть за красотой. По-хорошему, по-хорошему, здесь нужно прям, не знаю, прям много полок покупать. Магазин не расширяется. Я бы с удовольствием расширил отдел. И вот в ту стенку пробурил бы. И сделал еще один отдел. Там химия какой-нибудь, да? Чтобы там была только химия. То есть с продуктами питания. Чтобы она никак вообще не состояла. Но магазин и игра, как бы, не подразумевает всего этого. Игре все равно, что ты тут наложишь. И с чем ты тут это все дело наложишь. Поэтому, поэтому вот так вот перебиваемся тем, что у нас есть. Бургеры. Бургеры вот тут вот лежат. Там жалуются, что нет морепродуктов. Но мы не будем кидаться, выкладывать морепродукты. Потому что бургеров у нас тоже всего одна пачка стояла. Так что давай, ну, поставься. Молодец. Бургеры тоже выложим. Мы все выложим в итоге, правильно же? В любом случае мы все по итогу выложим. А значит, куда нам торопиться? Куда нам спешить? Зачем нам выбирать какие-то товары? Какие вперед, какие не вперед выставлять? Ну, просто выкладываем. Выкладываем товары. Люди радуются. Люди смотрят, как я ровно, в кавычках, выставляю товары. Меня ж коробит, блин, вот от этой ровности. Давай выставим все бургеры, чтобы они нам глаза не мозолили. Это что такое? Почему ты не ровно ставишься? Угу. 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 Эти большие коробки очень сложно ставить ровно, потому что они, во-первых, большие, во-вторых, я ставлю их вот в таком положении. То есть я на уровне лица, на уровне взгляда, на уровне глаз, вот как правильно будет сказать, их расставляю, поэтому не очень ровно получается. Видишь, они наискосок ставятся. Но, кстати, ничего не поделаешь, с этим нам придется смириться. Мой репродукты, мясо, 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 мясо будет где-то здесь. Колбасу все распродали? Колбаса будет вот тут. Колбаса будет лежать на нижней полке, никого не трогать. На самом деле, если в будущем обновлении, вот это в апрельском, добавят регулировку цен, я так понимаю, что они изменят и логику покупателей. Они все-таки будут как-то предвзяты, ну, не то чтобы предвзяты, они как какую-то оценку будут давать твоему магазину, чтобы какой-то рейтинг, может быть, будет у тебя, который будет влиять на то, придут тебе покупатели и купят у тебя за эту цену этот продукт или нет. Я не знаю, просто если цену здесь можно будет регулировать, то либо же в каких-то пределах, либо же абсолютно бессмысленно, беспощадно. Ну, как можно отрегулировать правильно цену? Понимаешь, я сейчас возьму и отрегулирую цену так, что ты, не знаю, с одного мяса будешь там зарабатывать огромную кучу денег, и ты сможешь торговать только вот коробку мяса покупать, а потом всю игру здесь скупать. Ну, это будет неправильно. То есть они либо какие-то ограничения наложат на регулировку цен, либо же они будут, не знаю, каким-то, каким-то, не знаю, короче, я, блин, что-то вообще в мыслях своих уже запутался. Мы расставляем мясо. Мы расставляем мясо, мы занимаемся полезным делом. Опять же, не очень ровно. Ну, как получается, так и получается. Правильно, правильно. А получается кривовато. И с этим ничего не поделаешь. Время уже 12 часов в дня. Я не разгрузил даже половину коробок. Это вообще производительность моя крайне низкая. Морепродукты давай вот. Блин, ну, это тоже большая коробка, большие коробки. Я не знаю, поместятся они вот тут или нет. Будем надеяться, что поместятся. Просто бургеры вот с горем пополам уместились, но... Это же не бургеры, они еще, по-моему, больше, да? Морепродукты эти больше? Больше. Придется выделять две разные полки под них. Одну коробку мы выложим, например? Возможно, выложим. А то я смотрю, тут опять не хватает места. А возможно и не выложим. Сколько там осталось? Две штуки. И так не влез... Ну, влезает только через эту, через стену какая-то, проглядывается. Ладно, давай вот сюда вот поставим. А коробку вот эту вот мы отнесем на склад. На складе у нас вообще ерундистика полнейшая. Здесь беспорядок, и здесь нужно по-хорошему-то прибираться. Но времени у меня сейчас на это нет, поэтому давай выставим товар и закончим на этом серию. Сколько, интересно, прибыли у нас насобирали наши доблестные работнички? Я думаю, что очень много, потому что продажи вон летят и летят. Ты слышишь, как он пиликает? Я прям вообще уже сбился и ставлю как попало, а не как положено. Ну, оставься там. Молодец. Сейчас водички попью. Я даже просто сейчас не знаю, о чем говорить, на самом деле. Я уже вроде чего хотел, кто сказал. А игрового процесса здесь как такового нет. Мы просто расставляем товар и думаем о жизни. Думаем о жизни. Мне кажется, идеальное название для серии это... Покупаем полки и думаем о жизни. Пока еще будем думать параллельно с этим, как расставить эти долбанные полочки и какие бы купить. Просто вот здесь вот очень много места. Очень много места свободного. Но торговый зал должен быть свободным, чтобы ты зашел, осмотрел, что здесь, что к чему и почему, и все. И пошел себе по своим делам. Куда тебе нужно. А если ты загромоздишь свой магазин всякими, не знаю, кучей маленьких полочек, это будет, во-первых, нечитабельно. Вообще нечитабельно. Покупатель не будет знать, где у тебя что находится. К тому же, к тому же, покупатель... Покупателю будет неуютно в твоем магазине. Потому что на него будет со всех сторон смотреть огромная куча разных полочек. Они будут давить на него морально. Он будет чувствовать себя крайне неуютно. Вот. А еще я хочу сказать, что... Полочки это хоть и здорово, но им тоже нужно знать меру. У нас столько товаров никогда в жизни не появится, чтобы полочки эти все заполонить. Просто серия уже идет аж где-то 40 минут. Я, если не ошибаюсь, я не знаю, сколько я тут повырезаю. 40 минут я сейчас записываю. Больше 40 минут, точнее, уже. И... Как бы мы уже все сделали, все, что планировалось сделать. Мы закупили полочек и... В следующей серии мы закупим... Что? Мы закупим еще полочек. Я думаю, машину купим. А дальше я накоплю просто на акции. Куплю акции. И на этом, наверное, до апрельского обновления мы будем ждать. Если, конечно, апрельское обновление не будет первого числа. Просто если апрельское обновление будет первого числа, то мы не успеем все это сделать до первого числа. Или успеем. Хрен его знает. Как пойдет. Как пойдет. В вафельки мы складываем... В вафельки сладкие. Они должны быть рядом со сладким с чем-то. Давайте складывать их вот сюда. Угу. Если бы не вот это вот ровное складывание, я думаю, мы бы уже давным-давно все разложили. Я предлагаю бросить все это ровное складывание и начать заниматься, ну, выкладкой. Иначе мы реально успевать ничего не будем. Мне кажется, там уже другой отдел весь скупили. Мне кажется, там сзади пустой магазин. Ну, как бы, на самом деле, там уже, вон, до ни одного этого... Консервы почти кончились. Чипсы вот только лежат немножечко. И... Мало, короче, всего осталось. Химии вообще, вон, нет. Поэтому просто зря время тратим вот эти вот раскладывания. Ровненькие. Это, конечно, все очень здорово. Но это крайне долго... Долго... Происходит. Если бы я немножечко быстрее все это делал, или все-таки разработчик этой игры придумал какую-нибудь, не знаю, привязку косям, то мы бы этим занимались гораздо быстрее. Или как вот написал один подписчик мой... Годную идею по типу... Пусть расставляются так, как они расставляются. То есть... Ты поставил там товар, например. Не знаю, как-нибудь... Как-нибудь поставил товар. Нажал на кнопочку, расставлять сюда. И все. Расставлять таким там образом. Подобным образом. И все. И все товары подобные, или вот именно эти же самые... То есть... Берут и раскладываются на это место. В чем проблема так сделать? Не знаю. Мне кажется, разработчик просто ленивое... Создание какое-то, и... Поэтому у нас до сих пор нет нормальной привязки. Рис зачем-то я достал, он сюда не помещается, поэтому... Мы обождем немножко. Обождем. Печенюшки клубничные мы вот сюда вот наставим. И будет классно. В целом, ровненько. Так, сойдет. Макарошки, макарошки будем расставлять вот сюда. Макарошки, кстати, маленькие. И чтобы расставить... Заполнить, точнее, вот эту вот всю... Да что ты будешь делать? Почему ты ставишь криво? Чтобы заполнить всю эту полку, нужно очень много макарошек. С макарошками я не буду заморачиваться. Пусть стоят как стоят. Макароны, 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 макароны. Мне кажется, должны быть еще были... Были быть макароны. Но я что-то их не вижу. Рис, рис. Ну рис и рис так и быть. Угу. Томатная паста, чай. Мука, растительное масло, соль, макароны. Макароны, вот они. Я же говорю, должны быть макароны. А ты говоришь, нет, 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 нет. Должны быть макароны. Ой. Не ту кнопочку нажал. Расставим ровнехонько эти макарошки. Пусть себе стоят. Продаются. Ну. Ну-ка. Эй. Ну поставься ты. Ладно, давай поставим их. Ого. Ничего. А, купили макароны. Смотри-ка. Прям на глазах урвали. Последнюю пачку. Красота. Макароны расставили. Хлебные палочки. Сейчас пойдем расставим. Но почему ты опять развернул-то? Они должны стоять вот так. Хлебные палочки вот сюда. Все, свет отключили. Свет отключили. Вот так здорово. Хочу заметить, у нас уже 200 долларов на банковском на нашем счете. Это все потому, что у нас закончился кредит, который мы брали. И по 50 долларов каждый день лишних не списывают. То есть по факту можно, наверное, с банковского счета прям переводить на карту денежки и не тратить здесь кошелька. Зато можно взять еще одну суду. Она нам очень сейчас нужна. Как ты считаешь, нужна? Нужна, наверное, прям позарез. А, забыл оплатить. Представляешь? Забыл оплатить. Сахарок. Сахарок мы вот так вот наставим, чтобы полочка эта была заполнена. Хотя мы эту-то заполняем, а вон та соседняя, она стоит пустая и ждет, когда же ее заполнят. Наверное, нужно покупать гораздо больше сахара и гораздо больше вот этих всех мелких вещей, по типу сахара, хлебных палочек, макарошек, чтобы заполнять эти полки. То есть эти полки должны быть всегда заполнены, потому что их разбирают, я думаю, быстро. Все-таки они же маленькие. Предметы маленькие, и за ними часто приходят. Да и соль, соль она всем нужна. Правильно? Ты вот без соли что-нибудь ел вообще когда-нибудь? Это же невкусно. Соответственно, нужна соль. Без сахара тоже не особо вкусно. Поэтому люди за ним приходят. Приходят часто. Покупают много. Поэтому, поэтому вот так вот, да. Нет тунца. Ну, тунца нет, потому что я консервы не раскладывал. Приходите завтра, я успею, наверное, разложить до завтрашнего дня. Нет, не сюда. Ну, что такое? Не, ну ты представляешь? Не хочет. Ну что ты? Мучаешь меня. Поставь ты уже ее вон туда. Вот сюда. Ой. Серия такая, она прям, знаешь, пограничная, можно сказать, перед... Точнее, между. Между чем-то грандиозным и чем-то грандиозным. В предыдущей серии у нас была покупка автомобиля, огромного автомобиля, нашего любимого грузовичка, который полюбился мне, очень сильно полюбился мне, за то, что в нем можно много чего перевозить, и его не нужно заправлять. Растительное масло мы поставим вон туда, наверное. Или нет, вот сюда поставим растительное масло, пусть оно вот здесь вот стоит. Здесь уж мы не будем заморачиваться над ровностью расположения товаров, пусть они как положатся, так и положатся. Рис вот сюда вот поместится или нет? Зачем-то я отнес целую коробку, вместо того, чтобы просто рисом проверить, помещается он или нет. Да, помещается, смотри. Иначе вот здесь вот будет стоять рис. Хотя это вполне очень нелогично, ставить рис сюда, ведь здесь что-то должно было быть сладкое, и, наверное, это будет правильно положить на нижнюю полку, этот рис. А на верхней полке должно быть что-то сладенькое, по типу печенек и шоколада, кукурузных хлопьев. То есть, по моим планам, здесь все сладкое должно быть. Рис нихрена не сладкий. Ты вообще ел рис когда-нибудь? В нем сладкого вообще нет ничего. Поэтому, поэтому вот так вот, да, дорогие мои друзья. Рис ни черта не сладкий. А мы его почему-то кладем именно сюда. На нижней полочке у нас будет лежать. Мешать никому не будет. Пускай. Пускай как будет, так и будет. Для чипсов нам еще нужен стеллажик. Думаю, пригодится. Рис очень большой. Он не ставится так, как ставилось масло быстро. Не ставится так, как ставилось все остальное быстро. Он все время что-то задевает. Ну, что ты? Что ты не ставишься туда? Ох, как много всего мы накупили, блин. Как много нам всего этого раскладывать. Давайте соус-то пока сюда положим. На торцы. В принципе, вполне логично. Такое расположение товара. Хотя... Я пока не решил просто, как иначе еще можно это организовать. Так что пока наслаждайся таким видом. Химию мы пока сюда отложим. И пойдем раскладывать консервы. А пока мы раскладываем консервы, поговорим с тобой еще о чем-нибудь. Например, о том, что... Например, о том, что... Я вас всех люблю. Кто на меня подписывается. Все, кто комментирует и ставит лайки. Я вас всех обожаю. Просто прям очень сильно. Вы большие у меня молодцы. Кстати, очень много девушек подписано на мой канал. Я вам очень сильно благодарен. За подписку, за комментарии. Хорошие комментарии пишите. Вообще молодцы. Мне очень приятно их читать. Честно. Прям очень честно. Прям вообще не вру. Мне прям приятно читать, что прям вот не знаю. Я прям читаю комментарии. Иди, удаюсь. Как вы умудряетесь такое придумать? Как вы умудряетесь такие хорошие комментарии писать? По поводу того, что я туплю. Ну, блин, туплю я потому что... Потому что... Потому что я еще не привык особо... К такому... Не знаю. К такой активности, наверное, не привык. Привыкнется. Привыкнется. И все у нас будет с тобой хорошо. Самое главное подписывайся и комментируй. Все будет здорово. Пока чаек он сюда брошу. Чтобы он под ногами не болтался. Давай вот так вот наложим. В жопу. Вот так вот. Пусть лежит. Шоколад мы отнесем вон туда. Это сладкое что-то. Баклажан, тунец, варенье, сладкая кукуруза. Слушай, а я не купил, да, хлопьев? И кешью. Кешью пусть стоит вот здесь. Так, котиков мы положим... Поставим вот так вот личиком вот сюда. Угу. Ну, ты чего? Не хочется ставиться, представляешь? Ты, наверное, увидел, да, как я пропадал на секундочку, а потом хренак и появился. Это я так могу, да, делать. Это значит, что я немножечко отвлекся от игры. Шоколадки мы ставим вот сюда. А наверху будут кукурузные хлопушки. Пока что это примерный план моего магазина. Пока что примерный. Свои умные предложения можешь писать в комментариях. Можешь скидывать мне на почту в эскизах. Можешь нарисовать на бумаге и прислать мне. Самые интересные я публикую, естественно, картиночки. Окажешься, ты у меня в описании. И, естественно, в видео. В начале видео покажу самые красивые эскизы. Самые красивые виды. Самые красивые способы, так сказать, организовать магазин. Вот. Присылай. Обязательно не стесняйся. А если не пришлешь, тоже не обижусь. Это же дело твое. Я же не заставляю, правильно? Правильно. Так. Так. Баклажаны ставим вот сюда. Время 0.00. Магазин откроется не скоро. Мы успеем как раз весь товар разложить. Но пока мы будем его раскладывать. Откроется магазин. И, как мы уже заметили, уже половину товаров скупили. Так вот и живем. Так. Давай это для варенья. Половина для варенья, половина для собачьего корма. Очень умно расположил, да? Очень умно. Тут иначе даже и не скажешь. Варенье и собачий корм, блядь. Это, по-моему, самое адекватное расположение товаров. Распределение. И, как всегда, на одну баночку не хватило. Сладкую кукурузу мы организуем вот сюда. Как бы, как всегда и было. Не выпирает она здесь? Нет, не выпирает. Здесь я не сильно заморачиваюсь с ровностью. Потому что, ну, уж банки ровно расставлять. Это дело гиблое. Я здесь до завтра буду раскладывать. Так, ну, все. А, все. Все горит уже. А, нет. Не все. Чуть не забыл тунца. А что он летает в воздухе? Я разве виноват в этом? Нет, не виноват. Он сам летает. Я его не заставлял. Он зачем-то взлетел и парит. Вот. Мы все пораскладывали, кроме вот овощей и фруктов. Но куда бы их положить? Овощи с фруктами-то. Ну, сюда вот положим. Как раз таки получится по фрукту, по овощу на стеллаж. С ним мы тоже заморачиваться не станем. С ними мы будем обращаться строго. С ними мы просто-просто обойдемся вот таким образом. Наложим, как получится. Потому что овощи, знаешь, тоже овощи, как банки. Они как бы не требуют к себе какого-либо отношения хорошего. Их можно ставить как угодно. Бананы вот эти все. Фрукты, овощи. Это не коробка ровная. Она, конечно, нет, она ровная коробка. Но у меня нет желания раскладывать их еще ровно. Это прям мучение. Это мучение. Я тебе, честно говоря, мучение. Здесь мы разграничим, так сказать, на два. Можно залезть? Можно залезть. Можно поставить вот сюда. И ставить вот так. Здесь мы просто пополам поделим. И вот сюда апельсины пойдут, а вот здесь будут лежать яблочки. Так будет удобнее всем нам. Ну, не цепляется, представляешь? Не цепляется. Немножечко неровно поделился. Ну, ладно. Не вижу в этом трагедии. Подустал я уже просто даже это... Даже не знаю. Прям подустал, так подустал. Так, ну арбузы мы пока положим опять же вот сюда. Не в стену, а вот сюда, говорю. Положи. Ну, молодец. Вот и все. Магазин немножечко преобразился. Давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что ты досмотрел до этого момента, до конца видео. Подпишись на канал. Прокомментируй, поставь лайк обязательно. И не забудь поделиться с друзьями. До встречи в новой серии. В следующей серии, конечно, что-то мы сделаем. Интересное достаточно. Потому что, ну, нельзя жить все время, записывать, как мы раскладываем товар. Правильно? Правильно. Нужно добиться чего-то стоящего, значимого. И давай, до встречи в новом видео, в новой серии. Пока.